Организаторами Диаспартакиады выступила Российская диабетическая ассоциация. Проводится она в рамках Всероссийской образовательной программы для пациентов с сахарным диабетом «Каждый день – ваш день». В этом году в Сочи приехало 54 подростка со всех уголков страны. На открытии Диаспартакиады профессор, директор Института детской эндокринологии Валентина Петеркова приободрила участников. Мы даже теперь не говорим во всем мире, что это больные диабеты. Мы говорим «люди с диабетом», потому что с ним можно жить, жить, дружить и прожить. Это ваш партнер, с которым вы дружите, на который вы иногда злитесь. Впереди ребята ожидают много конкурсов и соревнований. Для того, чтобы они были готовы к ним, моральный и физический, почетный гость, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Дзю провел для них заряд. И стоим. Два. Два раза. Два. Что-то получается, что-то еще делает. Пять. В рамках встречи с Костей Дзю участники могли пообщаться с ним лично и задать все интересующие их вопросы. Именитый спортсмен с радостью на них отвечал и делился с ребятами опытом. Участники Спартакиады были приятно удивлены встречей. Не каждый день встречаешь чемпиона. Это такое вот... Ну, я когда его увидел, то... Ну, даже не знаю, как сказать. Просто испытал восторг. Ребята будут расформированы по командам, представляющие разные страны. В ходе конкурсов и соревнований участники смогут узнать множество интересных фактов о Киении, Греции, Германии, Франции, России и о других странах. В этом году тема Диаспарт-Океады – спортивная карта. Несмотря на диабет, все участники готовы к любым испытаниям. Костя Дзю оценил стойкость ребят. Эти ребята живут с этим каждый день. И очень часто, наверняка, бывают моменты, когда у них определенный проходит момент, когда, ну, все, уже конец света, не могут они уже. И вот спорт как раз учит преодолевать свое «не могу, не хочу». Диаспарт-Океада продлится с 1 по 7 июля. Это мероприятие проходит в Сочи уже четвертый год. Каждый раз оно объединяет детей с диабетом первого типа и учит жить, не отказывая себе в детских радостях и удовольствиях.